всем привет друзья с вами снова тамбовский влог александр смолеев и сергей степанов говорим и показываем подходит концу первый сезон тамбовского влога и мы с серегой трудились по-стахановски и наснимали для вас кучу бомбических видео я теперь супер блогер героями наших видео становились самые разные люди начиная от бездомных и заканчивая возможными кандидатами в президенты россии умереть спокойно или покушать и пожить тоже охота привет это навальный смотрите тамбовский влог наши герои вызывали у кого-то одобрение у кого-то порицание кто-то спешил лайкать эти видео обсуждать дискутировать и уж точно они вызвали зрительский интерес эти люди заметно наследили в этом году и некоторые из них без преувеличения будоражили наш город и вот сейчас мы огласим горячую десятку тамбовского влога 10 героев но главный герой должен быть только один его выберите вы своим зрительским голосованием нам с вами надо сейчас всем здесь выбрать наиболее достойных людей первый наш герой мария ильинична 85-летняя жительница тамбовского села которая рассказала своей колхозной жизни и о том как ее судили в 10-летнем возрасте тут такой живой реликт пожилая женщина которая рассказывает о своей жизни и рассказывает очень эмоционально живо и искренне и это видео также вызвало массу споров и дискуссий но уж точно запомнилось тем кто его посмотрел вы меня судя вы ребенка меня судить то мне 10 год лапси а ножки вот такие вот а если все как от края начать жизнью подряд то в библию не опишешь а я все ее прожила на твою школе все проведено второй наш герой артем александров депутат коммунист был одним из немногих а может быть даже фактически единственным депутатом городской думы который активно защищал олимпийский парк за это кстати артем и пострадал решением своих коллег он лишился зарплаты городской думе также артем вошел в этот список потому что он один из немногих депутатов который не боялся отвечать даже на самые каверзные неприятные для него вопросы отдельный чиновник это откровенные бандиты будем так говорить которые лоббируют свои интересы и интересы отдельных представителей бизнеса мне уже обещали скажем так если в дальнейшем я буду продолжать свою активную работу могут и уши надрать страшно отчасти до третий наш герой это целая группа людей потому что там невозможно выделить одного человека защитники олимпийского парка хотя у этого протеста в общем-то было женское лицо поэтому даже можно сказать что это были защитницы жительницы северных окраин нашего города в общем и с серёгой уже не первый год журналистики повидали много различных тамбовских движух но вот это действительно было таким ярким примером когда люди без указки сверху самоорганизовались и решили конкретную проблему это был без преувеличения к сожалению пока что редкий пример проявления гражданского общества так дальше для детей нормальные условия почему власть нас не слышит мы уже кричим оставьте парк в покое да чёрт вы дали на мне сейчас этого шубикова я бы его за кости взяла бы и разорвала бы ему что больше строить нет парк должен быть да в таком виде как сейчас наш следующий герой юрий щукин краевед патологоанатом и основатель музея греха от реально обеспечен это видео оказалось одним из самых популярных хайповых у тамбовского влога его активно смотрели и лайкали не только жители нашего города но и всей россии вообще в тамбове есть много официальных музеев которые мы знаем любим и вот с детсадовских времен туда ходим на экскурсии а тут такой музей неофициальный чувак который основал собственный проект это не просто коллекция уродов в банке это действительно проект цель которого как-то воспитать а переубедить людей такая шоковая терапия и действительно юрий кириллович очень обаятельный человек хоть и конечно циничный ну сами поработайте 30 лет в морге посмотрим на вас приземлился пальцы нет вот этого кровь течет а этот вот по пьянке четыре пальца отпилил знаете правой рукой как берут до берут брусок и вот так ведут ноги вместе с брускому рубида вместе с бруском ему отпилила 4 пальца и когда начинаешь показывать натуральные вещи чем это все заканчивается то многие конечно включает механизм само выживание следующий в этом списке бездомные жители тамбовской теплотрассы александр михаил вообще когда мы снимали это видео мы не думали что она вызовет столько комментариев столько обсуждений самых разных пабликах у самых разных людей комментарии были разными часто диаметрально противоположными некоторые писали сами виноваты алкаши тунеядцы не хотят работать кто-то писал блин них жалко и писал нам в личку саня серега дайте координат этих людей чтобы мы пришли их покормили принесли им что-нибудь поесть но больше всего пожалуй запомнился комментарий одной женщины где-то в контакте в одном из пабликов я сейчас дословно его не процитирую но смысл был примерно такой что я понимаю что сами они виноваты но где-то сердцем мне их жаль и вообще замечательно что люди стали высказываться по этой теме обсуждать эту проблему о которой в общем-то не принято говорить и нам очень повезло с героями очень обаятельными и очень искренними даже в таком своем облике посмотри на бездомных тамбов следующий наш герой андрей поляков общественный активист оппозиционер который уже несколько лет волнует своими одиночными пикетами социально-политическую стабильность нашего региона андрей поляков и такая бельмо для тамбовских властей и в этом году ну наверное не меньше месяца он провел спецприемники в неволе мы снимали про него сюжет и сами видели как неоднократно его совершенно незаконно забирали за участие в одиночном пикете кстати сейчас андрею полякову грозит уголовка за то что вконтакте он написал все что думает о судье которая его осудила и уже не столько как общественный сколько уже политический определенном смысле деятель потому что в общем все вот эти акции тоже не просто общественно это это политика тебя боятся чиновники администрации я не нет это не то что прям бояться и прячутся по углам это не совсем тот страх я они просто я думаю что хотят чтобы у нас здесь была тише гладь наверное для них это какой-то показатель их работы я хочу чтобы мои дети жили в стране свободной они черт знает где и в стране скатывающийся куда-то в какую-то пропасть здесь невозможно ожидать какого-то прям мгновенного результата это вот такая работа постепенная долбежка вот дятел долбит и я такой же дятел следующий наш герой юрий ягазаров которого знает если не весь город то добрая его половина юрий эдакий уличный певец шоумен пиарщик который любит наряжаться наряжать своих бесчисленных собак и даже у него попугай недавно появился мы поснимали юр не только на улице на его рабочем месте но и побывали у него в гостях посмотрели как он живет накатили по рюмашке в общем юра такой уличный герой без которого наш город представить уже сложно и говорят что очень очень он нам никому не мешает он делает свое дело во благо людям и то что мы помогаем ему из-за того что он творческий человек заработать от от полторы тысячи рублей в день добывать там боги да ну да а если в москве считать там расценки разные то до 7 тысяч даже у меня с надписью владимир путин и есть майка вот она она поможет нам не даже целая вам здоровья и всего хорошего за искусство следующая в этом списке лариса булгакова депутат городской думы от единой россии префект микрорайона ледка фактически весь этот год лариса ивановна находилась в центре самой главной политической кампании на тамбовщине в этом сезоне помните те самые выборы в ледке которые проходили громко со скандалами со срывами встреч оппозиции много было критики и обвинений в адрес ларисы ивановны и мы хотели задать ей ряд вопросов потому что мы всегда стремимся представить все стороны конфликта но несмотря на свою открытость лариса ивановна отказалась с нами общаться вносим ларису ивановну в наш список ведь лариса ивановна действительно в этом году была на слуху и достойно стать героем тамбовского влога алло ларису ивановну хочу следующий наш герой диана рудакова общественный активист политик координатор тамбовского штаба алексея навального диана в этом году возглавила пожалуй одну из самых серьезных в тамбове независимых политических сил навальнисты провели несколько различных акций и пожалуй самые крупные в конце октября этого года которые приняли участие где-то около тысячи и трехсот человек не каждая политическая сила в нашем городе может вывести столько людей на улице навальнистов в этом году активно преследовали власти заводили на них различные дела штрафовали сажали сама диана тоже успела посидеть спецприемники где она даже объявила голодовку многие федеральные сми писали о ней они рассказывают тамбовский влог несмотря на весь этот прессинг диана не сломилась и продолжает отстаивать свою позицию вот мы видим диана после семи соток ареста оказалась на свободе мой суд был просто финишным потому что на пороге в здании суда я еще не зашла в со мной стояли рядом сотрудники полиции и обсуждали на какой машине меня вести спецприем я обратилась к одному из них и сказал ну вы хотя бы вид сделали вы же умная женщина вы все сами понимаете и замыкает наш список тамбовские казаки с которых начинался этот влог 29 апреля они окружили тамбовскую администрацию а позже срывали встречу партии родина в микрорайоне ледка с избирателями тамбовские казаки очень активно себя проявили в этом году поэтому также являются героями тамбовского влога в сетях пошла информация о том что определенные лица которые не нравится наша власть который не нравится президент решили сделать провокацию в администрации приземный президент мы пришли посмотреть чтобы не допустить какие провокации какая должна быть провокация мы сами хотим узнать а где вы об этом узнали провокации в контакте прочитать такая друзья горячая десятка героев тамбовского влога самых разных людей выбирайте одного героя или целая группа людей которые на ваш взгляд заслуживают этого звания вы можете проголосовать в нашем паблике вконтакте тот кто еще не подписался на него смотрите ссылку под этим видео и срочно подписывайтесь об этих героях полное видео вы также можете посмотреть в описании к этому ролику друзья я дико замерз и чуть не забыл сказать вот спасибо серёга степанов мне напомнил что итоги зрительского голосования мы подведем в ближайший понедельник и тогда станет известно имя главного героя тамбовского влога ну и традиционно не забывайте ставить нам лайки подписываться на наш канал рассказывать о тамбовском влоге своим знакомым поддерживать нас не только морально но и материально все подробности в описании к этому видео но на этом все всем счастливо ставьте лайк подписывайтесь на тамбовский влог